И в этот воскресный день, хоть и морозно на улице, но мы собрались на этом месте, чтобы нашему Господу, который нас спас, поклониться и прославить Его. И мы будем призывать Божие благословения на сегодняшний воскрес, на служение, чтобы Господь благословил. И псалмопевец говорит такие слова в 41-м псалме. Как лань желает потоком воды, так душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божия. Человек, писавший эти или говорящие эти слова, наверное, не один раз пережил, что значит иметь общение с живым Господом. И он говорит, жаждет душа моя к Богу крепкому и живому, когда приду и явлюсь пред лице Божия. У пророка Исаии в 40-й главе мы читаем такие слова. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость, утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеешься на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Слава Господу! И сегодня мы будем призвать Божие благословения, потому что в той или иной степени каждый из нас познал, что значит приходить при лице Божия, что значит иметь общение с Богом, что значит получать от Господа. Написано, и юноши молодые, да, они могут истаивать, но надеешься на Господа, они обновятся в силе. И сегодня, наверное, я думаю, что мало найдется людей на этом месте, которые бы не желали, чтобы Дух Божий его обновил. Написано, обновятся в силе. Мы все с вами нуждаемся каждый день в обновлении Божьей благодати, Божьей милости, Божьего присутствия, потому что это естественный источник для человека, животворящий, дающий силу и способность жить дальше, сохранять себя в это непростое, лукавое время для вечных чертовок, которые Бог всем нам определил. Слава Иисусу! Ставши на наши ноги, на наши колени, будем призывать Божие благословения. Слава Иисусу!